Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Животики. И сегодня я приготовлю очень вкусный домашний тертый пирог. Готовить я буду с яблоками и корицей. Но это очень универсальный рецепт, поэтому смело можно заменить яблоки вкусным вареньем или джемом. Например, сливовым вареньем, вишневым, либо свежими сливами и грушами. Также отлично подойдет. Нам понадобится 350 грамм заранее просеянной муки, 100 грамм сливочного масла, 1 стакан сахара, приблизительно 200 грамм. 150 грамм пойдет в наше тесто и приблизительно 50 грамм останется на присыпку яблок. Пол чайной ложки соды, ванильный сахар и корица, 2 куриных яйца и 2 яблока. Яблоки у меня достаточно крупного размера, поэтому я думаю, мне будет достаточно 2 яблока. Если яблоки у вас гораздо меньше, смело берите 3-4 яблока. Берем миску, где мы будем готовить наше тесто. В миску разбиваем 2 куриных яйца. К яйцам я добавляю пакетик ванильного сахара и где-то 150 грамм сахара обычного. 50 грамм сахара я оставляю на присыпку яблок сверху. Хорошенько венчиком растираем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Можно использовать миксер, но сегодня я работаю венчиком. Затем берем сливочное масло. Сливочное масло я немного растопила в микроволновке, чтобы было удобнее с ним работать. Кладу сливочное масло к яйцам с сахаром и ванильным сахаром и хорошенько растираю эту смесь. Сахар, яйца и сливочное масло мы растерли. Теперь кладем соду в муку и немножечко вот так соду с мукой перемешиваем. Добавляем частями муку в наше тесто. Часть добавили, вымешали. Часть добавили, вымешали. В принципе тесто такой консистенции, что нам нет необходимости вымешивать его руками. Я вымешиваю венчиком и когда мне трудно вымешивать уже венчиком, я беру ложку. Вот такое вот мягкое получается тесто. Кладу оставшуюся муку и еще раз хорошенько вымешиваю тесто. Вот такое вот должно получаться наше тесто. Оно должно быть очень мягкое. Беру немного и вымешиваю его руками. Просто вот в руках. Перекатываю со стороны в сторону. С ним в принципе уже достаточно очень удобно работать. У меня оно не липнет к рукам. Вот когда ваше тесто не липнет к рукам, значит оно готово. Теперь нам необходимо разделить тесто на две части. Я это делаю при помощи кухонного ножа. Берем бумагу для выпекания, либо пищевую пленку. Что вам удобнее. Раскатываем немного теста в колбаски. Накрываем хорошенько все это бумагой. И отправляем в морозилку минимум на один час. Тем временем я подготовлю яблоки. С яблок необходимо снять кожицу. Я это делаю при помощи ножа. Вы можете использовать любые другие приспособления. Яблоки натираем на крупной терке. Яблоки трем до сердцевины. Сердцевину конечно же мы выбрасываем. Мои яблоки натертые. И теперь я немного взбрызгну их лимонным соком. Эта процедура не обязательна. Я это делаю для того, чтобы мои яблоки не потемнели быстро. И имели приятную кислинку. Перемешиваю немного яблочки с лимонным соком. И подготавливаю форму для выпекания. Беру немного растительного масла и смазываю форму. Достаем через 1 час наше тесто из морозилки. Теперь тесто необходимо натереть на крупной терке. Если ваше тесто достаточно плохо натирается, то значит необходимо дать ему еще немного времени полежать в морозилке. Выкладываем натертое тесто в форму, где будет выпекаться пирог. Распределяем равномерно. И это будет наш первый слой. Наша основа. Затем выкладываю яблоки. Равномерно распределяя их по форме. Если вы используете джем или варенье, делайте то же самое. Просто берете варенье достаточное количество, чтобы пирог был очень сочным. Присыпаю яблоки с сахаром, который мы оставили с вами заранее. И затем корицей. Корица даст невероятный вкус и аромат нашему пирогу. Берем второй кусочек теста и делаем то же самое. Натираем на крупной терке. Натертое тесто выкладываем на яблоки. Это завершающий слой. Отправляем готовиться наш пирог в разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут. В зависимости от духовки. До приятной румяной корочки. Прошло 40 минут и мой пирог уже готов. Чтобы он имел еще более красивый вид, я присыплю его сахарной пудрой. Прошло 40 минут. 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 И когда я присыпала наш пирог, я оставляю его остывать при комнатной температуре, а затем нарезаю. Вот так выглядит наш пирог в разрезе. Друзья, это невероятно вкусно и красиво. Обязательно попробуйте приготовить такой пирог у себя дома, если вы никогда не готовили по такому рецепту. Получается очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще много очень вкусных и интересных рецептов. Я желаю вам всего хорошего и до скорых встреч, друзья!